снимала я как-то рассказывала пару роликов о ситуации в боснии достаточно такой конечно страшной и тяжелой и не хотела вдаваться в подробности но самое ужасное наверное смотрите какие твари здесь ждут ну не автобуса это кто-то кого-то вывозит частных подвозит и вечно то бутылки то чашки то кружки сейчас салфетки я не знаю что за уроды здесь проживают работают или чё прям вот конкретно заметно заметно разницы сплошное свинство последних несколько месяцев так вот что я хотела про боснию сказать просто когда вижу мусор у меня это вообще в наш давление подымается ладно туристы если людям наплевать они хотят отдыхать в красивом но с удовольствием некоторые засрут всю эту красоту но когда ты местный когда это твое ну свой дом да и вообще это не понимаю логики но возник эти две салфетки дат визиты это куда-то там смотрите вон кстати унитаз треснут и слушайте такая тема хотелось при серьезную тему затронуть опять на мусор перешла ладно тогда не буду рассказывать разовью тему по мусору у нас до сих пор забастовки уборщиков в городе они требуют чтобы зарплату подняли и в общем-то понятно потому что минималка у них вообще очень слабая и часы переработки там смены и прочее очень конечно и физически тяжелая работа к слову тут нет такого отношения вот ты работаешь уборщиком контейнеры переворчишь нет люди кстати там когда это мытье улиц газоны чистка уборка тут как бы это все под подходит под чистку но там есть как бы спецификации направления разные это вполне себе такая работа которую даже люди особенно раньше искали прям место и связи чтобы воткнуться ну вот до управление сидит их сто в нос колупают и зарабатывать за не больше а тут человек и на дожди и на буре и грязище и зарабатывает и ну в общем то там не знаю сколько же было минималка типа 600 или 700 на нее идут там дополнительные какие-то надбавки и только потом там в общем-то еле-еле если дотянет до 1000 евро ну как бы управление да да у них там типа минимальная тысячи все таки да конечно ну естественно там реальные истории уже пишутся у нас вот выдали сейчас кто писал заявление бесплатно два контейнера для пластика и бумаги непонятно только вот одни говорят что вроде вы даже бесплатный вывоз кто-то говорит нет я все чуть не успевала в управление позвонить и узнать как это на самом деле будет все выглядеть вот увидите бутылки хренилки пакет вот смотрите чашки какашки вот видите и вот как вот тут человек не взбесится мы уже вывозили кучу собирали сейчас просто здесь были еще змеи плещи всякая фигня он прям пакет какой-то огромное лечу это раздавленная смята или даже контейнер пластмассы вот так вот просто а кстати прикол ну ладно когда я уже начала эту тему прям развивать прикол в нашей тут как сказать у нас есть несколько мест где на одном месте ты вывозишь все где это в общем складывается сортируется бесплатно принимается смысл в том чтобы ну вот именно такой вот фигни не было мусора в природе а есть еще больше участки где например ты можешь отвозить прям тяжеленные какие-то аппараты металлические какие-то фигни и вплоть до машин немного поменяла сейчас система когда эти машины короче выкупают раньше этом взвешивали у тебя обязательно должны были быть документы и и откупали даже вывозили бесплатно ну конечно копейки получаешь но смысл в том что ты освобождаешь двор у тебя вывозят эту машину и еще там чуть подзарабатываешь одна фирма а потом это все к тема поменялась я может сумбурно рассказывают детали уже не важны короче принцип немного поменялся смысл поменялся и стало тяжелее с этими машинами как бы работать подзарабатывать и одни тут двое мужиков соседнем у нас городе они решили так проблему они короче им люди наоборот платили чтоб они вывозили тачки причем часто без документов там уже не регистрации ничего и они эти машины весь того чтобы как положено убирать в определенный склад потом это все разбирать потом сортировать потом вывозить прессовать и так далее они короче по окрестностям и селам вывозили вот как я два раза писала заявление но вернее звонила в полицию специальной службы у нас две машины без зарегистрации вывезли брошены так вот они знаю какие-то участки земли какие-то такие заросшие где никто ничего не проверяет меньше соседи вот они по всем этим участкам раскидывали тачки короче насчитали больше двухсот таких машин где точно доказано что это они вывозили ну сейчас естественно должен быть штраф и прочее но представляете какие тут вообще должны были бы на самом деле такой штраф паять огромный это вообще идет несколько кроме природы кроме вот этих вот манипуляции плюс тоже и финансы левые без налога тут блин я не знаю хлеб люди бывало вот когда у нас были инспекции до в сезон или когда какой-то закон менялся ты типа не берешь чек в пекарне ты как покупатель ты оплатил на чек не взял и выше тебе блин штраф то что ты типа не берешь человек или магазин там не знаю у них в кассе один цент больше или меньше и магазин закрывали пересчет кассы все книги подымали это же фирма платила штрафа здесь на представьте за 200 машин годами они вот такой вот фигней мались плюс там вопрос еще чем они дополнительно с этими машинами занимались мухлевали эти потому что сейчас наверное там какая-нибудь мелочь штраф накатают и серьезно не накажут пока серьезно не будут наказывать такая вот фигня на самом деле будет происходить так что это конечно трындец многие боятся типа что из забастовки может по услуга подорожает на самом деле нет в принципе сейчас немного по-другому изменили систему оплаты так что я думаю так глобально и реально не должно повлиять просто наоборот распределение может быть ответственности условия работы и прочее возможно улучшится для людей но это на конечно самое главное кстати многие сказали даже если и подорожает в каком-то смысле то типа не страшно а еще но этот надо это насчет недвижки кстати у нас очень много будет изменений насчет недвижимости налогов на заброшки налоги на неиспользуемую недвижимость и двойные налоги на сдаваемые апартаменты вообще очень много всяких нововведений особенно вот эти апартаменты и вы блин очень много по туризму до интересных историй все несправе рассказать в следующем ролике